смотрите друзья опа мы едем да я с улицы сниму подожди стой-стой-стой-стой-стой-стой витя любит киев были круто бориспольская трасса друзья стой там стол да снег тает стой-стой-стой знак сзади витя знак но что-то от фуры отлетело тут опасно стоять ведь объехал все-таки знак никто не пострадал практически елки дубася тут нормально а он не заедет тут сложно ну да а что ты за что это за свечка этот бородача ждешь а а я всем не знаю джиперов которые остались дома на диване которые не приехали меня спасать это вам для диванных джиперов забираю на завтра смотри я сейчас проедусь прям по буквам киев то не не надо ты упадешь ну а вы меня достанете да да может не рисковать лучше только не знаю с какой стороны нужно начать сейчас будет экшен включай фары как-то чтоб свет его было видно встань как-то подсветить витя начинает свой жесткий экшен ночной всех высадил хорошее место тестировать тоже здесь то что надо там баха на месте да да тут хорошего сейчас будет серьезный фильм болт убираюсь болт убираюсь жжет смотрите раз колоночка и два колоночка тут течет и тут течет вот это жжет нормально слышишь вот это исполняет по полной программе сколько заправил тут двадцатка давайте покажу тут двадцатка с этой колонки и с этой дозаправляется еще тоже двадцатка так едем на танковую продолжение бх-7 мигает вдалеке где ты Сергей Сергей а фару поправляет а фару поправляет а я думал я думал тебе надоело и на паленок похож на какого Думал, что Панин уже идет к тебе? Хотел выпрыгивать, да? Аж бы не встал, чтобы он уйти, блядь. Вот вы ходите. Смотри, Беха мигает, и возле нее уже какие-то фары, видимо, на разборку крутят уже. Беха с колесами, давай посмотрим. Молдинги по-любому идут первые. А уже на болты пошла. Молдинги дорогущие сейчас уйдут. А там их нет. Тюнинг у дверя, говорит, сделали, проскочили танковую. Так подожди, Беха там нормально? Да нормально мигает. Так давай ее переставим уже на парковку куда-то. На танковую загоним там. А мы что, на танковую идем? На вторую, да. На строение все быстро. Все, короче, рассвет мы встретим здесь. Угу. Понял? Витя, 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 Витя. Подожди тут. А, это... Это наше номер, Марк. Это наши житомирские номера. И Королева. Если Саша примуженщики нас смотрит, то есть привет, спасибо за Сиену. Тихо-тихо-тихо, Витя, 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 Витя. Мы уже так делали. Ё-моё! Это жесть. А где Жека едет, нет? Да, Жека сейчас... Так пускай его вперед может. Жеку? Да. Пускай смотрим как Витя ест. Да? Ладно, давай вперед. Не, ну я хочу тоже сейчас по жестякам по самим проехать. Стал, а у него Лебедка где? Впереди. Да домой вперед. Ну, логично. Да нет, я его буду держать, он меня больше никогда держать не будет. Ну, согласно. Интересно. Женя! Не-не, садись падать к нему. Конечно. Жека езжай первым, я за тобой. Подожди, я воду не закрыл. Стой. Едет рядом. Я возьму сразу по глубине, пробью. Нее-мое. Хотя она может быть тут слишком глубокая. Можно сразу мастаны шмургать? Сейчас сядем. Сейчас можем сесть в любой момент или лечь. Нет. Сесть или лечь. Ну, ты видел же были изменения? Да, сечка, сечка. Вот это место хорошее, глубокое. Где? Да нет, все замерзшее. Ну, поехали на второй. Танковая. Очень легкая сегодня. Детская. Где Нива лежала тогда? А, где аж не было? Нива по... Ну. А где она сидела? Вот. Вот тут, да? Так объезжай. Объезжай? Ну, конечно, мы же застрянем. Не, я поеду. Она прямо вот тут все сидела. Мы застрянем. Ёханый бабай. Не застряли. Не застряли. А, оно промерзло уже, тут изменился рельеф. Вот именно где мы проехали, да? Да. Вот прям. Она сидела по фаре, по объехали. Да как он там оказался? После бородоча заехал. Объезжай. Яму. Да нет. Смотри, какой ямы. Мы сейчас перевернемся. Да. Не надо, давай завтра. Да. Еще. Да. Жека. Жека делал. По тяге переворачиваться. Где он вообще не знает? Я не вернусь. Не понимаю, как я. Поймешь ты еще. Молодой. Да, поймешь ты еще. Молодой еще. Молодой еще. Держись. Не, ну если на мою сторону, то окей. Так на тебя Витя тяжелый упадет. Да. Я его на локоть выставляю. Он просто как тыкнижал. Ну все. Мы его больше не видим. Так пошел легендарный японский УАЗ. Пошел вперед. Жека видишь, выготавливает Тойоту. Ты видишь? Да. Ну все. Потихонечку она пятами покрывается. Как малярия походу какая-то. Будет скоро новая. Ох хорошо. Ох хорошо. Все. Так этот человек едет с цеплением моторного амортизатора и что-то со скручащим впереди. У кого? Вот у него просто псих. Да. А еще самое интересное, что где бы я ни застрял, 1 января в 7 утра приезжает он вытаскивает. А, Жека же тебя вытаскивал 1 января в 7 утра. Это мой родитель спаситель на двери. Жека красавец. Жека красавец просто. В 7 утра 1 января только новогодняя ночь закончилась. Это вообще. И вот он. Правда единственное, что он лоханулся, что мусорок с собой на хвосте придал. Ну так им было интересно, куда он едет. Ну да, они не поверили, что нибудь не поверили. Ни че с собой не было. Вот специалист, ни че с собой не было. Смотри, ни че с собой не было. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Уха-ха-ха. Спалился тем. Смотри, как я лужа, слышишь? Это район Стрельбища, но тут всегда проблемы у нас в этом месте. Ох, елки, может сегодня пронесет? Пришлось подвергнуть. Сегодня в белые лужи кружимся. Но мы объезжать не будем. Объезжает, да. Но нет. Самые жесткие места еще впереди, там непонятно что. Может, блин, давай сразу мой кардан найдем. Может, найдем то, что у тебя с мегаваза упала шоклятка с болтами? Лёнь, я бы сказал. Это блокировка, пацаны. Это блокировка с болтами. Руслан, ты заметил, что Вазик стал ехать гораздо легче? А, да, кстати. Заветил? Да. Пружины укоротили. И теперь рессора не бьет по рулевой рите. А что сделали? Раскрутили ее, выгнули с помощью нагревательного элемента. Тягу или рессору? Да, да, согнули. А согнули? Да, и пусть не подрезали. А у нас получился такой зажор. А то она прям лежала на ней. А, я понял. В этот раз, да. После тюнинга чуть лучше, а то после прошлых было чуть похитее. И выборов у нас не стало больше. Мы же поставили проставки, и я теперь могу развернуться на одном месте. Ага, я понял. Шим не из-за проставок. Ну, я их почему-то снял на первом лазике. Я долго на них ездил, а потом приехал, в один раз сказал, снимай, не из-за проставки. А что там? Все, так начинают рубню какую-то устраивать, что-то. Да ладно, ладно. Право режь. А резать? Режь. Режь. Режь влево. Влево, нет. Вот. Ёханы, Жека задумался. Куда, куда, мы тут застрянем. Витя, стой. А все нормально. Витя, стой, тут дельфин утонул. Все будет хорошо. Тут дельфин. Дельфина гоняли. Тебя не было тогда, когда кардан потеряли. Мы тебя ждали, ждали. У слепого день рождения было. Блин, серьезного человека день рождения пропустил? Да. Не последний, как говорится, парень по фронту. Жека все застрял, смотри. Застрял? Он не хочет вперед ехать. Что не хочет? Застрял, смотри. Да не день не застрял, вы что угодите. Смотри. С вывернутыми колесами. Смотри, он боится вот той лужи, той лужи он боится. А мы в нее сейчас заедем, смотри. Подожди, дай ему проявиться. Давай. Или я выйду, давай, наверное. А зачем? Ну, чтобы показать, как ты превосходишь тойоту. Кардан будет тут, наверное. Смотри, подожди. Кардан дальше. Надо найти его, сейчас пока воды мало. Так, видите. Смотрите, что делает. Не, ну, у вас реальная машина вообще. Просто едет везде. Тойота объезжает. Посмотрите, что делает. Что хочет, то и делает. Ой, куда-то встрял. Мне кажется, ты врезался. Заезжай. Вверх? Да. Да, хочу. Попробуй. Только под больший угол надо взять. Острее чуть-чуть. Острее? Чуть-чуть острее. Да я давайте отсюда сниму. Омега УАЗом я на такое заезжал. Кстати, есть у меня видео. Вот на такое? Да, на такое. Это нереально. Вертикальное есть видео. Я тебе покажу. Ну, это нереально заехали. Ну, что ты мне рассказываешь? Ну, передними заехали, да? Передними, да? А, ну, передними, может быть. Пока задние были толкали. Передними заезжал на такое, причем где-то вот тут рядом. Или чуть раньше, или чуть больше. Ух, какая классная танковая сегодня. Да, такая. Для переднего привода. Да, да. Мы задних, может. Мы задних. Ну, мы вся страна солидарная. А ты видел видео, когда я кардан потерял, как я ехал дальше? Нет. И редуктор сломался на переднем приводе. Но только машина ехала только задним ходом. Вот что? А отломал хвостовик, и он клинил редуктор, и редуктор только вращался. Колеса только назад вращались. В то время она была слабая на задок? А? В то время она была слабая на задок? Да, да. Слабая. Да, да. На задок. Блин, тут... О, наша. А есть следы танков или нет? Есть, есть. Медитация, все есть. Можем кардан сзади. Майди, ёханый бабай. Ну, мягче все равно стало. Посмотрите, все, что было. Лучше, да? Конечно. И даже, ну... И головой-то как покололку там убьешь, чтобы он приехал. А что, если просто... Так, жека отрывается. Надо его на жена так. Давай, жена. Так, а кардан будем искать или... Шимина сейчас, а может... Ты промахнулся. Что, ты вторую включил? Третью. Третью включил. Валит по беспределу. Да нет, жека надо вонять. Ёханый, пробила подрезка. Смотрите, резать надо его. Режь слева. Слева, резь. Тихо, возня начинается. Давайте выберем. Какая наша... Ну, так посредине мы не пройдем. 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 Пройдем? Зажегка едь. Нет, застрянем. Да что жека, пишу, бросай. Подожди, я тебя с улицы сниму. Стой. Если ты хочешь застрять, это должно быть показано людям. Как, как он едет, как он едет. Ёлки-палки. Это жестяк. Просто. Да, это круто, конечно. Ты шел, Мартин Штерн. А ты же разрушил. А не, ну ты же одним колесом мимо взял. Да. Если бы у меня, я бы просто мостами повесился. Ну да, да. Ну все равно круто. Но видишь, оно подмершее. Поэтому еще чуть легче. Это где-то через недельку? Да. Надо было через недельку приехать на танковую, да? На субботу. Сразу пишем и голосуем. Не, ну это вам надо на танковую приезжать по одним годням. Я тут еду каждый день. С днем и ночью. С днем и ночью. Это точно. Это не все. Ну я обожаю свой батюшон классный. Новый руль. Правда. Теперь продавать нельзя. Надо его дорабатывать. Надо его каждую неделю что-то новое ему добавлять. Да, но колеса меня не будут. А пока можно не менять, да? Может в натуре блокировку, я тебе зря отговорил. Да, блокировку передину надо ставить. Ты меня не оговаривай. Я ее куплю. Это гораздо лучше, чем в этом. Ну, до колес доберемся. Но пока давай начнем с блокировки. Блокировка и газ. Слышишь, колеса можем с грандама его взять, подкинуть пока. А, дисков нет. А, не 31? 16-е надо диски. А, диски же можем те мои взять. А, так вот и комплект есть, извините. Разварки. А я еще подошел на гранду. Смотрю, стоит на классной резине. На Сильвер, да? Угу. Ну, копия. Я такой смотрю и думаю, блин, а разболтовка-то не моя. Не, разболтовка-то понятно. Не твоя. Ну, ты... Ну, ты... Приколи. Ну, что, мотор лучше стал, да, ехать? Да, конечно. Ты что, бензин нормально заправляешь? Так а бензин где ты заправлял плохой? Тут я по 19 гривен. Которые... Все заправки делал по 19 гривен. Блохие, да? Да. Те люди, которые хотят... На гранде не слышно ничего. Не, ну на большом моторе ты не увидишь, да. Да, но как только мотор маленький, вот скутер или УАЗик, это все. Ты чувствуешь это сразу. Да? Да, для лошадей нету, да. Ты чувствуешь это на максималке, ты чувствуешь... Ну, здесь, конечно, не так, но сейчас на третий не едем. На нормальном бензине. Он уже давно заглох на дом. Так, Руслан, давай бенди нас в какой-то экшен, потому что здесь она просто езда так вот. Да, было страшно. Сейчас на третий участок едем. На третий? О! Пожалуйста, я же туда так и не доехал. Я никогда не был. А ты никогда не был на третий? Я тогда у меня... Да нет, ну сегодня не поедем, но когда-то поедем. Да, ну... Через неделю давай, пусть под это подтает. Ну, там просто в темноте не очень интересно. Ну, покрышка. Что там что-то делает? Вот так вот он заехал, да? Там со стеклами, да, там со стеклами. А мы давай возьмем тракторию себе чуть-чуть. Левее нельзя, там стекла набитые, не надо. Сейчас порежем колеса. А оно с колеса... Нет, серьезно. Ой, Гуслан, да ну там. Там много стекол. А новые колеса, Гуслан? Там много стекол. Ровы, сие. Нет, вы вывезли стекольный мусор, понял? Все, стеклопакеты битые, вывезли высыпали целую машину. И порежет стекло, это что-то. Да? И как? Я могу даже поспорить на бит. А ну, слышишь, а ну, подожди. Это надо видеть снаружи, стой. Начинается экшен опять. Витя выбрал новую траекторию и пошел. Представляете, простой УАЗ. Простой, обычный стоковый УАЗ. Вы видите, как он четко едет. С небольшой доработкой. Два электрода было использовано для заднего моста. Вперед пока блокировку не ставили. Что еще из интересного? Нарезан протектор немножко на шинах. Обычные новые шины. Стоковые только. Доработаны. Да и все, фактически, ничего там. Будка еще его утяжеляет. Был бы он с тентом, еще бы круче ехал. Вот так вот. Хватает всего. Надежности, понижения. Столько классная машина. Кто об этом что не говорил. Вот она именно вот в таком виде. Можно шины чуть-чуть там позлее поставить. Но небольшие. И все будет четко. Такая красота. Все, доехали мы. Вон переезд. Закрыты танки. Тут разворачиваются. Ну, кардан мы найдем, конечно. Представляю, что с ним. Так, Витя начинает. Экшен. Застрял. Раскачивают. Нужно произвести анализ. А, понятно.